Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Сегодня у нас пятница, конец рабочей недели. На следующей неделе выходные дни, объявленные президентом. Неделю мы отдыхаем. Но тем не менее, в конце пятницы я решил записать видео, которое на этой неделе для меня очень актуально. В каком смысле? Дело в том, что буквально на этой неделе 4 консультации у меня было. Обратите внимание, у нас есть такой раздел. На главной странице, в боковом меню, есть раздел «Платные консультации». Можно получить консультацию по телефону, по WhatsApp, по Viber, по Skype. Телефоны все абсолютно одинаковые. Это мой личный телефон, Бороздин Виктор Николаевич. И значит, на этой неделе 4 консультации было. Люди пытаются помочь себе каким-то образом. Каждый находится в разных ситуациях. Там есть и ситуации детско-родительских отношений. И консультации по юридическим каким-то вопросам. Так называемым судебно-психиатрическим, психологическим экспертизам. Комплексным судебно-психологическим экспертизам. Были звонки от двух людей по судебной приставы. У них там происходит какая-то переаттестация. Они проходят тесты дурацкие. И вот, значит, соответственно, мне задают такие вопросы. Как, что, зачем, почему, чем, как оспорить и так далее. Надо сказать, что если вы нажмете на слово «Платные», вы попадете на страницу собственной консультации, где более подробно все это описано. Ну, как подробно. Принято тот же телефон, WhatsApp, Viber, Telegram, Skype. И обозначена сумма, стоимость этих консультаций. За один час работы, значит, моя консультация профессиональная составляет 5000 рублей. Люди задают, еще раз повторюсь, очень разные, совершенно разные вопросы. И удивительно, две консультации было от судебных приставов. Значит, действительно, я могу рассказать и показать то, что никто и никогда вам не покажет. Один из примеров. Значит, получил я результаты обследований. В одном случае я получил результаты обследования, то есть графические. Во втором случае просто мне, значит, на словах объяснили, что и кто проходил. Значит, проходили там MMPI, краткий отборочный тест. То есть люди, значит, тестировали методику 16-факторный личностный опросник Котелла. Причем правильную форму, форму цена, 187 утверждений. И объясняли людям, что такое краткий отборочный тест. Почему нельзя пользоваться MMPI на 566 утверждений в каких-то экспертных вопросах. Что сама Людмила Николаевна Собчик, уважаемая мною. Тем не менее, значит, говорит об этом, что нельзя пользоваться в экспертных вопросах. Все-таки методика SMIL, Людмила Николаевна и Собчик, она предназначена для нормы. Она очень-очень плохо выявляет мне норму. Это я заявляю неголословно. То есть мы используем в своей работе MMPI Minimult 71 утверждение. И вариант Березина на 377 утверждений. И вариант Собчик у нас есть на 566. С вариантом Собчик там вообще полная билиберда какая-то происходит. В свое время и сама Собчик запутала своих пользователей. Потом последователи ее начали чудить, так скажем. Появились различные варианты SMIL на 503 вопроса, 456 вопросов. Но что-то в этом роде. Так вот я хочу сказать, что мы на протяжении 20 лет работаем в области медицинской клинической психологии, равно как в области промышленной психологии. Использовать вариант Собчиковский для серьезных экспертных задач нельзя ни в коем случае. Можно использовать только вариант на 377 утверждений Березина. Ну это так, к слову, отступление темы. Но основная тема видео в том, что задавать вопросы можно и нужно. Они начинают идти как снежный ком. Вот эта страница буквально была оформлена, ну может быть, по-хорошему. Вот в теперешнем ее виде дошли до нее руки. Она оформлена может быть недели 2-3 назад. Может быть месяц максимум, я уже не помню. Когда я это все создал, оформил наш программист, мне помог. Вот такая страница появилась, оформленная так, как вы сейчас ее видите. В этом случае действительно можно посмотреть наши видео. У нас есть раздел канал на YouTube. Если у вас возникают какие-то вопросы, по более чем 500 видео выложены на этом канале. Там несколько тысяч подписчиков на нашем канале. Если такие вопросы какие-то возникают по разным аспектам. Диагностики каких-то, экспертных вопросов и так далее. Задавать эти вопросы можно и нужно. Это не возбраняется. Не стесняться звонить, писать, договариваться о времени консультации. Значит, платить обязательно за эту консультацию. И, соответственно, получать грамотный профессиональный контент. В каком-то виде там, или в виде слов, понимания, замыслов каких-то. Или же в каких-то оценочных суждениях моих. По графикам, диаграммам, обследованиям и так далее. И тому подобным вещам. Вот, собственно, завершение недели рабочей. Пятница. На этом все. Будут какие-то вопросы, опять же, приглашаю их задавать по данным контактам. На этом все. Благодарю вас за внимание. Хороших вам выходных. Недельных выходных. И удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok